Итак, ребята, этот секрет вы в Брукхейвен точно не увидите, потому что там это просто невозможно увидеть, но в Лайфтопе этот секрет есть, и он очень-очень крутой, поэтому, как вы, наверное, могли уже догадаться, я отправилась в Лайфтопе, чтобы показать вам крутой секрет, а точнее даже... Наверное, я покажу вам, может быть, два секрета, не знаю, посмотрим. Ну что, как вы видите, я уже на главной площади, все как обычно, все то же самое, что и происходит в Брукхейвен, сейчас я хочу отправиться и посмотреть скорее новый секрет нового обновления, да, все мы прекрасно знаем, в Лайфтопе не так давно вышло новое пиратское обновление, и оно просто ренительное, то есть в Брукхейвен мы такого, конечно же, еще не видели, и, скорее всего, там этого точно не случится, потому что все, что там есть, это озеро Мэдисон. Ну, а как вы знаете, на озере пираты точно не водятся. Какие у меня планы? У меня планы сегодня поставить новый дом, мы, как всегда, у нас появляется карта, где мы можем выбрать, где нам поставить новый дом, да, это либо остров, либо сама Топия. Итак, ну, мы, конечно же, выбираем остров, нам же нужно пиратское обновление. Так, ну и давайте выберем местечко, да, где мы можем поставить, но я считаю, вот это вообще неплохое. Конечно, вот этот сам остров очень круто выглядит, все очень-очень красиво, блин, мне прям очень нравится. Ребят, пишите в комментариях, как вам новое пиратское обновление вообще в Лайфтопе, вообще заходили, вообще играли? Потому что это обалдеть просто как интересно. Ну что, что меня интересует? Конечно, меня интересуют здесь дома. И меня, в общем-то, интересует здесь вот этот корабль. Итак, самое время нам его поставить, на него забраться. Давайте обязательно его посмотрим. Очень, кстати, странно, что сам корабль, видите, как лестница стоит очень далеко от причала, да, и приходится прыгать. А если не попадешь? Ну что, у нас вот верхняя палуба, все очень красиво. Здесь вот этот пиратский выступ, откуда они скидывают своих недоброжелателей. Я предлагаю... Так, наверх мы не можем вот по этой штуке забраться? Судя по тому, что мы проходим сквозь нее, да, мы не можем этого сделать, ну конечно. Так, ну мы можем пройти на шпиль, и это очень прикольно выглядит. Прикольно, да, это интересно. Так, ну что, давайте посмотрим на нашу палубу верхнюю, да. Здесь у нас трюм, который нас спускает вниз. Пушкин. Также мы можем подняться наверх. Здесь у нас, как всегда, капитан, штурвал. Ой, компас, блин, прикольно. Компас достаточно симпатичный. Офигеть, блин, он такой красивый. Ну, компас нас здесь, конечно, мало интересует. Нас интересует то, что у нас внутри. Мы пробираемся вовнутрь. Тут у нас, я так понимаю, что-то типа рабочего кабинета, до кабинета пирата, самого главного капитана. Здесь у нас карта сокровищ, мечи и типа полки с книгами странные. Так, я хочу подобраться поближе и посмотреть. Офигеть. Почему на это я как бы типа могу нажать, но ничего не происходит? Очень странная штука. Такое ощущение, что это может быть какая-то секретка. Давайте попробуем выключить свет и посмотреть на нее еще раз. Так, ну тут мы просто берем книгу и давайте, может, попробуем так на нее нажать. Но все равно ничего не происходит. Это немножко странно. Ну ладно, значит, это никакой не секрет. Так, ну что, я предлагаю тогда нам отправиться, в принципе, дальше. И мы заходим в какой-то коридор, пробираемся вниз. Ага, и здесь у нас, в принципе, основная комната, да. В эту комнату можно попасть через тот вход, который попала я. Либо как раз вот по этому люку вниз с самой верхней палубы, как видите, да. Ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь столовая и кухня. Так, и все, в принципе, да. Я так понимаю, что здесь у нас сразу душевая, точнее, не душевая, а у нас здесь сразу вот такая вот, да, душевая кабина, да, с туалетом. И здесь у нас просто такой, можно помыть руки. Так, ну тут у нас, в принципе, ничего нет, да. У нас здесь просто ящики. Давайте посмотрим здесь. Да, тут у нас, в общем-то, ничего особо и нет. Так, ну здесь у нас рояль можно сыграть. И также для четырех человек у нас стоит стол. Ну, в принципе, все как обычно, все как и во всех домах, но вы можете почувствовать себя пиратом и пожить в таком прекрасном корабле. И что самое главное, нас здесь сейчас интересует. Нас здесь интересует вот это вот помещение, потому что тут-то и скрывается секрет. Ну, как бы не здесь, да, здесь у нас просто кровати и здесь еще тоже две кровати. И что мы делаем? Следите за моими действиями сейчас. Мы выключаем свет и, как вы видите, у нас почему-то начинает сверкать тумба, точнее, комод. Что мы делаем? Мы открываем ящики и у нас сразу открывается дверь в тайную комнату. Но если мы включим свет, дверь сразу закрывается, поэтому это обязательно делать с выключенным светом. Ну что, давайте заберемся вовнутрь и посмотрим. И что у нас здесь есть? Здесь у нас еще одна комната. Я так понимаю, что это вообще какая-то комната пыток, потому что здесь два стула, мечи и, в принципе-то, больше ничего нет. Так, ну, я здесь уже бегала, все проверяла, здесь ничего особо больше и нет. То есть здесь действительно какая-то потайная комната. Ну, а сейчас я хочу отправиться скорее с этого корабля, чтобы показать вам секрет другого корабля. Ну что, я уже сменила свое место жительства. Давайте посмотрим, что это. Это вот такая вот скромная яхта какого-нибудь крутого бизнесмена. Тут вы не почувствуете себя пиратом, но вы можете почувствовать себя миллиардером. Поэтому я решила, что самое время отправиться и посмотреть секреты этой яхты. Сегодня это моя яхта и давайте быстренько посмотрим, что у нас на этой яхте есть. Сейчас я пробираюсь вот сюда. Тут у нас, о, у нас тут джакузи, пузырьки на пузе. Это наш бассейн, а точнее реально джакузи. И больше здесь у нас ничего нет, поэтому я сейчас забираюсь сразу наверх. И что у нас здесь? Здесь у нас получается как кабинет капитана или что это, блин? Я вообще не сильна вот в этих всех морских терминах, поэтому что это, блин? Какая-то, я не знаю, главная палуба, да? Нет. Вот я лохушка. В общем, я не знаю, да? Но самое время... А мы можем вообще отплыть на этой штуке? А, о, офигеть! Вы видите, я отплываю. Просто это настолько, типа, медленно делается, что я не... Очень, кстати, удобно, блин. Действительно удобно. Типа, вы тут можете и поплавать. Да, конечно, хотелось бы побыстрее. Ой, а что там у нас? Офигеть! Нужно как-нибудь будет пробраться вот сюда. Ну что, я, в принципе, отплыла уже от берега. И могу посмотреть. Блин, смотрите, как круто! Офигеть! Так, в общем-то, я надеюсь, что мы никуда не врежемся. Ну что, давайте дальше посмотрим. В общем, здесь каюта, каюта! Вот, я вспомнила! Каюта, капит... Нет, каюта это там, где спят. Ладно, я так и не вспомнила. Ребят, пишите в комментариях, если вы знаете, как называется это место, откуда капитан ведет судно. Ну что? Ну, здесь у нас тоже ничего особо такого нет. Поэтому я спускаюсь вниз, и оттуда я уже буду показывать вам главный секрет. А вы пока в комментах напишите мне, пожалуйста, как называется эта штука, откуда реально капитан ведет судно. А то я ведь не успокоюсь, пока не узнаю. Ну что? Заходим в комнату. Она у нас одноместная, да? Точнее, у нас здесь больше-то, в принципе, ничего нет. И как-то странно, тут ни кровати, ничего нет. Хотя, эта яхта достаточно крутая. И что у нас здесь? Здесь у нас ничего такого, в принципе. Сейчас пооткрываем ящички. Но что меня... Пакет меня точно не интересует. Так, что меня заинтересовало? Меня заинтересовал вот этот ящик, который открывается с помощью ключа. То есть, мне снова нужен ключ. Как вы помните из моего предыдущего видео, в новом доме комната секретная открывалась подобным ключом. Там внутри должно быть явно что-то интересное. Но сейчас давайте посмотрим, где можно найти этот ключ. Я думаю, что он, в принципе, где-то здесь. Пока что я его не вижу, но я вижу вот какую-то картину. Ребят, смотрите, ключ. Да, я могу его взять. Вот ключ. Давайте сейчас откроем тогда этот ящик. А давайте... Стоп. Перед тем, как открыть ящик, давайте посмотрим, что будет, если выключить свет. Может быть, здесь что-то появится, потому что... Потому что на прошлом корабле, который как раз я... Где я как раз до этого была, там нужно было выключить свет, чтобы открылась тайная комната. А здесь... О, здесь такие же блестки, как на том комоде в том корабле, появляются как раз на этом ключе. Значит, я думаю, что никакой особой секретки здесь больше нет. Ну что, самое время я предлагаю взять ключ и открыть эту дверь. И что это? Это что, весь секрет? Здесь просто сейф с деньгами? Это самый большой облом в моей жизни. Дальше сейф с деньгами? Так что?